Депутат Межлиса парламента Республики Казахстан, лидер демократической партии Акжол Азад Перуашев посетил Тимиртау с рабочей поездкой. В первую очередь он отправился на торжественное открытие первого в городе офиса партии Акжол. Офис располагается на третьем этаже торгового дома «Одежда». По словам лидера партии Акжол, ранее их филиалы находились только в областных центрах страны. Очень много у нас прошло депутатов, в том числе и в малых городах, в районах. Ставится задача по созданию общественных приемных наших депутатов именно в малых городах и в районах. Раньше ее работа сосредоточилась на предприятиях самих предпринимателей, членов партии Акжол, руководителей партии Акжол. Сегодня мы ставим требования с тем, чтобы они открывали общественные приемы, которые были бы доступными для населения. Тимиртауский филиал работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. С решением проблем горожанам будут помогать местные депутаты партии Акжол. Так как я являюсь депутатом городского мастер-ката, у меня есть, соответственно, полномочия. То есть любой вопрос, который касается наших граждан, который касается избирателей, которые за нас голосовали, мы, соответственно, будем разбираться. Законным путем есть такой инструмент, как депутатский запрос. То есть каждый государственный орган, он обязан отреагировать. Не просто отреагировать, а, соответственно, решить и ответить на данную проблему возникшую. Наша партия открыта для всех. Не только для членов партии, а для всех граждан. То есть любые вопросы, приходите, пожалуйста, мы открыты. Мы за то, чтобы наше гражданское общество развивалось. Часто. Очень спасибо вам. В ходе поездки Азад Перуашев также оказал помощь людям с особыми потребностями. Так, проседатель общественного объединения родителей детей-инвалидов Жанна Кун получила в подарок специнвентарь. Сегодня мы получили в подарок спортивный инвентарь. То есть для работы с детьми в зале ЛФК. То есть это тренажеры, велотренажер, можно его и руками, и ногами. Степ-тренажер также для координации, для движения. И тут есть полезные вещи, все для занятий ЛФК получается. Такие большие подарки очень редко. То есть за три года я первый раз получаю такой, наш центр получает первый раз такой подарок. Далее народные избранники организовали встречу с представителями Совета деловых женщин. В ходе диалога были подняты темы судебного кабинета, процента банковских платежей, объема налогов, а также действующие санитарно-эпидемиологические требования в местах общепита и штрафы за их нарушения. То есть одна предпринимательница заплатила 680 тысяч за нарушение масочного режима посетителями, хотя сама она всех обеспечила, маркировку нанесла, таблички разместила. Ее персонал полностью был в масках, без масок были посетители, которым при этом выдали маску бесплатно даже. Но они ее не надели, а предпринимательница заплатила штраф. Вторую предпринимательницу привлекли за то, что один из членов ее персонала, то есть один из сотрудников, снял эту маску. Это также ответственность этого сотрудника, но не предпринимателя, а предприниматель также заплатила штраф. Выслушав все вопросы, депутат межлица парламента, председатель партии Акжул Азад Перуашев пообещал, что жалобы и проблемы будут рассмотрены на республиканском уровне. Анастасия Гравжинс, Яйман Бекова, Максим Ломакин. Новости Тимиртау.